13.06 в Кирове. Начинается программа «Особые мнения». Я, Анна Лапшина, сразу же представляю сегодняшнего нашего гостя Андрея Юсенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, член общественной палаты Кировской области и избранный представитель Кировской области в Общественной палате России. Андрей Леонидович, здравствуйте. Добрый день, спасибо, что ничего не перепутали. Когда вы уже избавитесь от приставки и мы можем вас представлять представителем Кировской области? По Палану это произойдет 12 июня с сложением полномочий действующего СССР в Общественной палате России и с вступлением в силу полномочий вновь избранного состава. Но определенная работа уже началась, мы ее уже ведем, формируем третью часть, поэтому такой, что называется, содержательная пересменка. Причем, тем более интересно, что еще и руководитель палаты покинул ее раньше. Внезапно и раньше срока. Да, внезапно и раньше, поэтому много организационных вопросов, элементов. Ну, интересно и содержательно. Да, речь идет об Александре Бричалове, которого назначили исполняющим обязанности губернатор или, там, не знаю, как сейчас называется, глава республики. Да, глава республики. Глава республики Удмуртия, наши соседи. Ну, у меня, если короткое отступление, мне удалось с Александром Деничевым как раз буквально через несколько дней после назначения встретиться в Москве. Я его, что называется, по-добрососедски поприветствовал, поздравил. Мы договорились, что через некоторое время организуем полноценный визит кировских и общественников, и бизнесменов, всех, кто заинтересован в дружбе, взаимоотношениях с республикой Удмуртия. Ну, и я думаю, что будет выстраиваться такая дружественная, товарищеская система взаимоотношений между регионами, знакомые главы регионов, там, и, естественно, там. Александр Владимирович хорошо знает Кировскую область, неоднократно бывал здесь, поэтому будем надеяться, что такой конгломерат будет возникать. Главное, чтобы к вашей делегации присоединились и представители областного правительства, вы сейчас сказали, главы знакомые между собой, но как-то они особой активности пока не проявляют, как мне кажется. То есть официально понятные мероприятия есть какие-то, да, но вот так, чтобы вместе с общественниками куда-то выехать, такого... Ну, будем приглашать. Будем надеяться, что они отзовутся. Ну, хорошо, к нашим темам немножко сконцентрируемся. Весна. Всех поздравляю с этим. Наконец-то. Наконец-то, да, синоптики, правда, огорчают нас, что это непродолжительное совершенно явление на этой неделе уже похолодать, и, тем не менее, давно здесь не было. С момента вашего к нам недавнего прихода расставил снег окончательно, наконец-то, и, наконец-то, окончательно выявились те проблемы, о которых мы говорим каждую весну. Именно дороги, ямы, трещины. В общем, все плохо, несмотря на создание в прошлом году и активную работу группы общественного контроля за качеством, да, ремонт дорог. Ну, вот, имеем примерно то же самое, что и в прошлом году, а может быть, даже где-то и хуже. Ну, с одной стороны, да. И было бы странно надеяться на то, что за одно лето, по сути дела, там, несмотря на большое финансирование, там, и начало работы группы, там, ситуация кардинально изменилась бы. И мы бы в этом году оказались с новыми дорогами, вышедшими из-под снега, что называется. Но, с другой стороны, пока, насколько, там, я вижу группы, мы пока не закончили анализ состояния тех участков, которые были отремонтированы. В прошлом году? Да, да. Мы видим по ним те недостатки, которые, ну, что называется, бросаются в глаза, знаем причины, опять же, этих недостатков. Но, не могу сказать, вот, со стопроцентной, там, такой уверенностью, что вся прошлогодняя работа сошла на них. И не потому, что, там, мы занимались ее контролем, а потому, что, общины, ну, наверное, общее впечатление создается от всей совокупности дорог в городе. А отремонтирована же из них была лишь только часть. Поэтому, здесь надо, если мы хотим, все-таки, там, добиться результата через некоторое время в виде хороших, качественных дорог, надо всегда объективно смотреть на ситуацию. Абсолютное отрицание, отторжение, там, происходящего, ну, в общем, ничем хорошим тоже не закончится, мы это понимаем. В этой сфере нужна очень, может быть, такая рутинная, постоянная, но системная, вместе с тем, деятельность. Причем всех заинтересованных структур. Пока сложно сказать, насколько это будет реализовано в регионе, вот именно в таком формате, потому что хорошая дорога – это не результат, там, однократного ремонта. Укладки того, свидетелями чего мы были в прошлом году, там, укладки двух слоев асфальта с предварительным максимумом, там, фрезерованием. Хорошая дорога – это то, что мы имели некоторое время назад, например, на улице Воровского. Ну, это когда все полностью делалось, фактически. Да, когда идет речь не о ремонте дорожного покрытия, а о ремонте… Внешнего, верхнего слоя, да? Да, о ремонте дороги в целом. Понятно, что это совершенно другие деньги, это совершенно другие сроки, потому что даже силами имеющихся там или потенциальных подрядчиков, ну, по моим оценкам, если найти деньги на полноценный ремонт именно дорожного, там, полотна в целом, не просто покрытия, то у нас просто не хватит ресурсов это сделать. Нет рук? Рук, машин? Да, да, не хватит ресурсов подрядчиков, по крайней мере, для качественного исполнения. Мы видим здесь, опять же, там, определенные ситуации и с качеством работы подрядных организаций. Поэтому, да, кардинальных изменений или улучшений не произошло. А сколько лет должно пройти, чтобы были заметны какие-то улучшения? А здесь, видите, дело в том, что, то, о чем я сказал, здесь нужна рутинная, системная, профессиональная работа. Причем в ограниченных, в условиях ограниченности ресурсов, да. Деньги дают большие, но вот с чем мы столкнулись в прошлом году, просто технические вещи, там, тоже были большие деньги, но Федерация, выделив их, разрешила их тратить именно только на вот такой поверхностный ремонт. Быстрое приведение в порядок полотна, не приводящее к системному, там, вернее, к качественному ремонту дороги в целом. Вплоть до того, что даже, ну, вот этот пример, который мы всегда приводили, вплоть до того, что в зоне остановочных павильонов не разрешалось проводить усиление. И просто уложенные два слоя асфальта быстро превращались в колейность, в ямы прямо на остановку. Но это федеральные деньги, они диктовали свои условия, нельзя было. Хотя были сделаны выводы, что можно было найти свои ресурсы, усилить, то есть определенные ошибки были допустимы. А в этом году по-другому будет? В этом году речи о том, что все средства будут израсходованы на ремонт дорог именно, а не на ремонт покрытия, тоже не идет. Большая часть средств уделяется, опять же, на покрытие, потому что капиталоемкость ремонта дорожного полотна в целом просто запредельная по нынешним условиям. То есть фактически стоит задача привести в порядок внешний вид этих дорог, чтобы их хватило на какое-то непродолжительное время. Ну, вы знаете, на самом деле здесь, в отличие от прошлого года, по которому было такое пожарное решение, вот эти деньги распределить по регионам, до 1 сентября освоить, все это сделать, здесь на самом деле ситуация более интересная. Потому что, напомню, стоит план по приведению в нормативное состояние, по-моему, 85% дорог в городской агломерации Киров, Кирово-Чепецк, Слободской к 2025 году. То есть речь идет о состоянии дорог в границах этих населенных пунктов и между ними. Так вот, к 2025 году стоит задача привести в нормативное состояние, и под эту задачу регион подписался, 85% дорог с твердым покрытием. Неимоверная задача, на мой взгляд, очень сложная. Почему? Потому что, если также будет осуществляться ремонт, как это происходило в прошлом году, то невозможно будет достигнуть этой цифры, этого показателя. Потому что с каждым годом надо будет возвращаться, но не через год, но через 2 или 3, невозможно будет идти дальше. Но регион под эту цифру подписался, обязательства на себя взяты. Собственно говоря, мы должны будем увидеть, как эти обязательства будут выполняться достаточно быстро. Почему еще, должен сказать о ситуации прошлого и нынешнего годов, то, о чем я сказал сразу, системная, рутинная, постоянная работа. К сожалению, в условиях смены практически полностью управленческой команды, и на высшем уровне, и на уровне исполнителей, говорить о системности, конечно, тяжело. Потому что новое метло к новому метет, даны новые обещания, новые обязательства на себя взяты. И, собственно говоря, вот эта системная работа частично нарушена. Сейчас и рабочая группа заново выстраивает взаимоотношения с руководителями профильных структур. И с их стороны, по новой выстраивает, что называется, систему применения. Вот к чему приведет? Ну, следующая весна, если следующий снег покажет. Хорошо, у меня будет еще вопрос по конкурсу, прошедшему на прошлой неделе. Конкурс как раз по выбору подрядчиков на ремонт дорог. Сделаем небольшую паузу и вернемся, напоминаю, в гостях у нас Андрей Усенко. И это особое мнение Андрея Усенко, вице-президента Вятской торгово-промышленной палаты, члена общественной палаты Кировской области и представителя Кировской области в Общественной палате России с 12 июня, как мы выяснили. Андрей Леонидович, продолжаем тему дорог. Скажите, пожалуйста, на прошлой неделе прошел конкурс, состоялся он, выбрали подрядчиков, которые будут заниматься ремонтом дорог в Кирове. Ну, три основных самых больших лота выиграли наши традиционные игроки Гордор-Мосстрой, Вятавтодор и еще один подрядчик, московская фирма АРПТ. Не знаю, к сожалению, не успела посмотреть, как расшифровывается эта аббревиатура. Приход москвичей в Киров – это хорошо или плохо? Ну, предполагалось, что придут иногородние игроки, назывались там и Краснодар, и Москва, понятно, да. Мы знаем, что у нас новый руководитель дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин из Москвы вроде бы говорил, что он в том числе дорожным строительством там занимался, и поговаривает, что фирма эта некоторым образом знакома ему, скажем так, да. 10 мая, насколько я понимаю, будут подписаны контракты с подрядчиками, и после этого, насколько опять же я знаю, подрядчики обещали встретиться с членами рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. Ну, да, начну с крайнего вопроса. Такие предварительные договоренности об этом были. Оценивать, хорошо это или плохо, но вот никак не могу. То есть, если качество работ и принципы работ, скажем так, местных подрядчиков нам, ну, в большей степени известно, да, без опыта, то приход неизвестного подрядчика оценить невозможно ни с точки зрения хорошо, ни с точки зрения плохо, пока не будет результата. А не интересовалась рабочая группа там какими-то вот результатами деятельности? Пока нет, пока не проанализировали. Мы тут праздничные все равно мероприятия вмешались. Сказал бы, наверное, о двух важных вещах. Первое, это о падении по стоимости лотов. То есть, собственно говоря, мы наблюдаем с вами там падение порядка 10%. Такого падения по предыдущим годам не было. По крайней мере, по крупным лотам, то есть серьезных цифр. Были падения по небольшим лотам, которые выигрывали как раз в условиях настоящего, что называется, конкурса. Небольшие подрядчики, такого большого падения не было. То есть, по крайней мере, мы говорим о том, что, смотрите, мы по итогам этого года сэкономили цифру, сопоставимую с 25% объема работ прошлого года. Это достаточно серьезная цифра, которая позволит еще часть дорог отремонтировать. Второй момент, о котором надо сказать, это все-таки сроки проведения конкурсных процедур. То, о чем мы тоже всегда говорили. Хорошо, что они прошли рано. Хорошо, что они прошли рано. К сожалению, была определенная задержка, связанная с претензиями антимонопольной службы, была устранена. Прошли раньше. И, по крайней мере, теперь подрядчики могут, имеют и возможность, и обязанность выйти на работу раньше, чем в июле, как это было в прошлом году. Ну, и мы с вами, собственно говоря, имеем возможность получить нормальные отремонтированные дороги не к сентябрю, не к снегу уже, что называется. Поэтому, конечно, надо провести, надо будет посмотреть с точки зрения состоятельности, что называется, этой фирмы. С другой стороны, механизм, методику использования субподрядчиков никто, опять же, не отменял. То есть кировские наши дорожники, фактически? Я, на самом деле, не уверен, потому что объем достаточно большой. Растянутость по срокам может, все-таки, конечно, дать возможность, но в прошлом году мы четко видели, что просто на грани ресурсов самих подрядных организаций все работы проводились, когда все это было в авральном практическом режиме. Не могу никак оценить. В любом случае, здесь время покажет. Это то же самое, как мы придем в магазин и увидим производителя нового молока. Нового производителя. Мы же, купив продукт и не попробовав его, мы пока не можем сказать, хорошо это или плохо. Наверное, не очень хорошо с точки зрения того, что часть денег, по крайней мере, в каком-то виде уйдет из региона, но если мы с вами в обмен на это получим хорошие дороги, то, думаю, что нашим местным подрядчикам надо будет задуматься. Поэтому пока вот такие предварительные оценки невозможно никак не трактовать. Сначала надо, как минимум, дождаться заключения договоров, посмотреть, что эти компании предстоят в качестве обеспечения, смогут ли они выполнить эти условия по обеспечению. А дальше наблюдать за тем, что будет происходить в процессе, собственно говоря, ремонта. И если необходимо, вовремя принимать меры. Мы ведь говорили о том, что деятельность рабочей группы в прошлом году, например, показала, что вроде как соблюдающиеся все технологии и требования по актам, по бумагам, на самом деле таковыми не являются. И оперативное вмешательство рабочей группы в технологические процессы приводило к тому, что от простейших вещей, начиная с проливки битумом, ям, которая до этого выполнялась как попало, до достаточно серьезных вещей относительно документации и актов приемки работы, все это менялось. Теперь вопрос в том, что подрядчиков больше, денег больше, контролирующие организации остались те же, та же дирекция дорожного хозяйства. Как процесс вот этого контроля при проведении работ будет организован? Вот тоже для нас большой вопрос, насколько активно в нем опять же будут участвовать там и заинтересованные горожане, потому что за время работы рабочей группы такого наплыва желающих поучаствовать в ее работе не наблюдается. Костяк, как сложился, так он и работает. Больше энтузиастов нет. Понятно, не присоединяются. Но я надеюсь, может быть, ближе к лету люди как-то активизируются и начнут к вам присоединяться. У меня единственный только вопрос вот насчет москвичей. Я понимаю, что с кировчанами как-то вот выстроились отношения уже, а что будет с московской фирмой? Она же обязана будет все-таки общественникам всячески способствовать или нет? Ну, смотрите, если говорить формально с точки зрения буквы закона, закон об общественном контроле не распространяется на коммерческой организации. В нем идет речь о государственных власть и структурах, выполняющих публичные полномочия. Поэтому формально, например, в прошлом году даже Гордор Мострой писал письма, что мы не обязаны предоставлять вам никакую информацию, потому что являемся коммерческой организацией. Это вопрос выстраивания отношений, во-первых, а во-вторых, собственно говоря, формирование некой политики отношения этой компании к той территории, в которой она намерена вести свою деятельность. Потому что сложно будет поверить в то, что компания, которая не идет на контакт с жителями территории, хочет сделать для них хорошие дороги. Ну, вот у меня как-то это сложно увязывается в конструкции в голове, поэтому это и репутационный, и, собственно говоря, повышенный риск с точки зрения результата. Потому что если компания, будь это даже наша местная, уйдет в глухую оборону, что называется, это вызывает, на мой взгляд, наоборот, повышенный интерес, в том числе и через средства массовой информации. То есть, если будет отсутствовать движение компании к обществу, ну, общество придет само, что называется, и будет спрашивать еще больше. Ну, а дальше появляются законные механизмы. То есть, не хотите отвечать на наши запросы? Будет прокуратура и прочие проверяющие органы. Да, да, да. Понятно. Ну, надеюсь, что после 10-го числа все-таки будет у нас ясность, после 10-го мая, насколько открыта московская компания, в том числе, там, сотрудничество с нашими кировскими общественниками. На этом пока сделаем паузу. Сегодня еще одну тему хотела с вами обсудить. Тема вышла в информационное поле на прошлой неделе. Газета «Репортер» написала, что в правительстве области якобы готовятся изменения в систему налогообложения торговых, офисных и административных центров. Мы помним этот достаточно такой, ну, вот тяжелый вопрос, правда, в нашей студии это обсуждалось, когда вводилась ставка по налогу на имущество для них с кадастровой стоимости. Тогда говорилось о том, что резкое повышение налогов, безусловно, скажется на потребителях, потому что будет заложено в том числе там в цену товаров и услуг. Ну и вот газета «Репортер» пишет, предполагается, что в 2018 году ставка по налогу на имущество для объектов, чья площадь превышает 2000 квадратных метров, будет увеличена. Значит, 0,7%, если я верно понимаю. 0,7%. Заседание законодательного собрания, на котором якобы, якобы появится ясность, прошедшее недавно заседание ЗАГСобрания, там этот вопрос даже не возникал. Ну, тем не менее, вот я так понимаю, что обсуждается все-таки вопрос. Вы знаете, может быть, обсуждается только пока вот, собственно говоря, в тех источниках, которые вы упомянули, потому что... Ну, помимо «Репортера», я должна сказать, что написал газеты «Коммерсант» об этом. Ну, возможно, на федеральном уровне еще виднее, что у нас тут происходит, сложно прокомментировать. По моей информации, по информации, которая есть в ТПП, которая была нам озвучена, подобных обсуждений о повышении ставки налога не велось. Более того, там, позиция правительства, собственно говоря, состоит в том, что ставки повышать необходимости нет. В нынешней сложившейся ситуации. На обращение газеты «Репортеры» в ТПП мы откомментировали, исходя, собственно говоря, из тех позиций, которые нами были выработаны еще при предыдущем обсуждении. Потому что мы считаем, что повышение ставки в нынешней ситуации явно будет негативно сказываться на доходности достаточно большого количества субъектов предпринимательской деятельности и не будет в полной мере соответствовать духу этого закона, потому что он еще не настроен на то, как он должен работать. Напомню коротко, мы, когда, собственно говоря, приходили к соглашению об этих цифрах, мы говорили о том, что необходимо постепенно снижать площади объектов, на которые будет распространяться это налогообложение, иначе получается не совсем справедливая по отношению к бизнесу в целом ситуация. Тот, кто свыше 2000 метров, платит от кадастровой стоимости, тот, кто ниже, платит от балансовой. Это не совсем такая конкурентная среда, потому что балансовая стоимость значительно отличается от кадастров. Бывают и иные примеры, но носят единичный характер. То есть мы, скорее всего, поддержим, например, снижение площадей, на которые распространяется данное правило, во-первых. А во-вторых, более важный есть вопрос. Собственно говоря, сам этот закон, он на федеральном уровне возник из того, что крупные федеральные торговые центры в Москве площадью в нескольких десятках тысяч квадратных метров и сотен платили налоги, исходя из балансовой стоимости, ничтожные, по сути дела. И предлагалось-то изначально закон принять для Москвы и Петербурга максимум городов-миллионников, где вот это неравенство просто было, что называется, социально деструктивным. Деструктивным даже. То есть одинаково совершенно платили и маленькие какие-то магазинчики, условно там, да? Разбивали площади больших центров, оформляли их на физлиц. Различные ухищрения шли, и в результате центры площадью 100 тысяч квадратных метров могли платить несколько миллионов рублей в год. Сопоставимо с площадью небольшого магазина. Но законодатели приняли другое решение, распространили это все на территорию всей страны, выполняли это решение. Мы говорили в том числе о том, что необходимо ввести дифференциацию по месту нахождения объекта. Потому что в данный момент кадастровая стоимость не в полной мере это учитывает. Она вот здесь учитывает в основном состояние самого объекта. Независимость, находится он у вас на красной линии, торговый центр, или же это административно-офисное помещение со встроенной столовой, которая находится на производственной площадке. У вас ставка налогообложения одинаковая. Конечно, вы можете регулировать это кадастровой стоимостью, но это все равно неправильно. Речь шла о налогообложении именно объектов, генерирующих высокую доходность. И поэтому наши предложения были еще в прошлом году сформулированы с точки зрения введения коэффициентов определенных налоговой ставки по позору расположения объекта. Опять же, в силу изменения правительства, команды новой, эти предложения были, их рассмотрение было отложено. Вот мы предложили бы, в первую очередь, вернуться к ним. Сначала настроить этот закон, у нас есть на это время, потому что он все равно не может вступить в силу со следующего года. И тогда, правильно отрегулировав справедливость, конкурентность этой сферы, можно уже говорить о каких-то изменениях самих ставок или еще чего-то. Вопрос серьезный, потому что мы же понимаем, что когда речь идет о крупном торговом центре, все его расходы, в первую очередь, ну, вернее, все его расходы перекладывают, собственно говоря, на тех арендаторов, которые там есть. А те, в свою очередь, на потребителя. И дальше, да. То есть говорить о том, что это крупный бизнес, который наживается, ну, не совсем верно, он точно так же переложит на небольшое предпринимательное. В этой цепочке все пострадают. В этой цепочке все равно будет платить потребитель, как бы то ни было. Ну, и плюс не надо забывать о том, что у нас есть, собственно говоря, позиция президента, озвученная в 2014 году, о том, что ставки налогов в России на 4 года должны быть зафиксированы. Мы надеемся, что об этом тоже все помнят. Ну, еще один момент, наверное, в качестве, может быть, пожелания или предложения для того, чтобы вот таких достаточно острых тем внезапно не возникало, да, нужна системная работа по обсуждению с предпринимательским сообществом. В общем, возможных изменений или, там, предполагаемых изменений, или же, там, наоборот, там, высказывание позиций о том, что этих изменений не предполагается. Тогда и нам бы с вами тут, в общем, обсуждать было бы нечего. Но я так понимаю, что официального опровержения этой информации от лица правительства не поступало пока. Ну, ведь нет ни опровержения, ни подтверждения, поэтому исходим из того, что... Поэтому гадаем на кофейной гуще, фактически. Сделаем небольшую паузу и вернемся. Напомню, Андрей Усенко высказывает свое особое мнение в нашем эфире. Продолжается особое мнение Андрея Усенко, вице-президента Вятской торговой промышленной палаты и избранного представителя Кировской области в Общественной палате России. Немножко сократимся с должности Андрея Леонидовича. К новой теме обратимся. Работникам аэропорта Победилова задолжали почти 3 миллиона рублей зарплаты. 203 сотрудника предприятия в последний раз получали деньги 28 февраля этого года сообщила транспортной прокуратуре на прошлой неделе. Я, честно говоря, не припомню, были ли такие вот выходящие в общественное поле информационные сообщения о задержках зарплаты в Победилово в последние годы. Могу предположить, что это как связано, может быть, с падением пассажиропотока и доходности, наверное, до аэропорта. Так и, может быть, другие причины. Как Вы думаете? Ну, сложно. Я не могу сказать, что это совершенно уникальная ситуация. То есть, может быть, не было информации. Но в любом случае, сам факт задержки заработной платы в той или иной степени в государственном учреждении это настораживающий очень фактор, потому что государство в последнее время, в последние несколько лет, очень жестко контролирует и проверяет ситуацию с выдвоты заработных плат. Мы в свое время и региональная, и федеральная прокуратура, например, генеральная прокуратура, говорили о том, что это одна из самых важных тем контроля за деятельностью субъектов коммерческой деятельности. То есть, на все остальное можно смотреть, скажем так, с пониманием ситуации экономического кризиса, но заработка должна выплачиваться, люди страдать не должны. Поэтому, несомненно, сам факт вызывает, еще раз говорю, настороженность и то, что прокуратура этого вычислила. Сделать какие-то экономические выкладки можно эмпирическим путем, исходя из того, что аэропорт ежегодно обращается за субсидии из запасного бюджета, в общем, понятно, что невыплата зарплаты это не злой умысел руководителя, скорее всего. А данность? Да, реально, нехватка денег. Можем ли мы говорить о том, как наш аэропорт будет чувствовать себя по итогам года или рано еще? Я боюсь, что по итогам года мы не можем говорить, как мы все сами себя будем чувствовать. Поэтому здесь сложно мне сказать. Я не думаю, что, опять же, кардинальная ситуация изменится, аэропорт станет генерировать прибыль экстрадоходным. Вряд ли. Можно субъективно, наверное, говорить о том, что происходит в настоящий момент. Но этот человек, который часто летает, часто пользуется услугами аэропорта Победимова, и часто там бывает, наверное, может. Можете рассказать, насколько там вообще ситуация изменилась. Нельзя отрицать того, что снизился, конечно, общий поток по ощущениям того, что происходит в здании аэропорта и на стоянке прилегающей. Возросли цены, однозначно. То есть, что называется, там, средний чек вырос достаточно серьезно. Я бы сказал, даже мне там в разы, там, в 1-2-3 раза. В разы в 3-5, где-то так. Да, да. То есть, там, попытки купить билеты сейчас, ну, в общем, приводят к серьезным размышлениям о том, каким же образом перемещаться, особенно если речь идет о собственных средствах. Сложно сделать, я почему так, знаете, мне сложно сделать однозначный вывод о том, что, например, уход Победы, о котором мы с вами говорим, привел именно к этим последствиям. Надо смотреть структуру доходности. Потому что если Победа не приносила доходов, как нам говорится, там, да, может быть, тогда ее потеря, как бы, в общем, ни к чему и не привела. Но... Это вся сопутствующая инфраструктура, все, что должно быть внутри, начиная, там, с платной стоянки, о которой много лет, там, говорили даже, да, и кафе, и все остальные, там, блага и условия, что называется. Вот. Понятно, что вот с потерей пассажиропотока на этом точно будут зарабатывать меньше. Но вот здесь, знаете, для меня аэропорт, это как, пытался там себе составить аналогию, это как лифт, да, вот если представить Россию в виде многоэтажного дома, в котором каждый регион на своем этаже, то это как лифт. Поэтому если мы закроем лифт, то, в общем, сложно надеяться, что нам будет удобно куда-то выбираться, и к нам можно будет кого-то там комфортно приглашать. Конечно, лестницы останутся, по лестнице можно перемещаться, и можно даже дойти до другого этажа и оттуда куда-то там перебраться на лифт. Но... Не, ну если жителям Кировской области придется это делать в любом случае, то жители других областей, которых мы сюда ждем, как инвесторов, они зачем должны это делать? Они поедут на лифте на тот этаж, где лифт останавливается. Поэтому в любом случае назовем это лифтом, назовем это там воротами открытыми или дверьми, это надо держать открытым. И мы об этом всегда говорили. Собственно говоря, там вся стратегия, насколько я понимаю, развития Победилова была ориентирована именно на это. В настоящей ситуации, мне кажется, что сконцентрировать усилия надо не на... не на поиске источников финансирования из бюджета, а на привлечение инвестора. Мне кажется, это единственное... На привлечение инвестора именно в аэропорт? Именно в аэропорт. То есть это то, о чем нам говорил замминистра транспорта России Сергей Арестов, когда во время дней Кировской области в Совете Федерации зашел вопрос о выделении денег каких-то? Ну, по большому счету, да. То есть это та задача, которую надо решать. Этот инвестор может получить какие-то там преференции в регионе, понимая, что он, например, на определенное время берет на себя социальную нагрузку по аэропорту. И на это, опять же, там надо идти. Но это будет наиболее оптимально и эффективное, на мой взгляд, решение этого вопроса. Потому что инвестор будет в любом случае ориентирован на отбивание своих инвестиций и зарабатывание прибыли. И взаимоотношения с авиакомпаниями, набор сервисных услуг для пассажиров, удобство пребывания и все остальное будет ориентировано именно на это. Не на то, как оправдать необходимость бюджетного финансирования, а на то, как заработать самому денег, как их привлечь и как, собственно говоря, там работать эффективно. Поэтому вот эту парадигму, на мой взгляд, надо изменить. И тогда изменится, собственно говоря, и подход к пребыванию пассажиров, и подход к взаимоотношению с авиакомпаниями, и работа с авиакомпаниями с точки зрения удобства рейсов и всего остального. То есть вот примеры частных инвестиций в региональные аэропорты в России есть. Время не самое лучшее, но, опять же, мы понимаем, что... А мы сейчас о каких регионах говорим? То есть это регионы уровня Кировской области или это все-таки более обеспеченные регионы, я бы так сказала? Ну, по-разному есть. Я сейчас, наверное, не назову регионы на нашего масштаба, но точно, например, конечно, может быть, по другим причинам, если мы говорим об оренбургских авиалиниях, которые работают на российских, на кировских маршрутах, явно это авиакомпания, которые работают в регионе и вышли из региона, которые не сильно от нас отличаются. Другой вопрос, что они сохранили, собственно говоря, авиакомпанию, и понятно, что хаб в Оренбурге тоже создают. Надо искать инвестора, исходя не только из сугубо ситуации с аэропортом. Это должно быть какое-то комплексное предложение для частного бизнеса, который сюда зайдет. Иногда это бывает и, собственно говоря, некие политические решения. Возможно, это... Я, например, больше чем... Ну, не могу там стопроцентно говорить, но мне кажется, что аэропорт в Саранске вряд ли сейчас испытывает какие-то проблемы и вопросы с точки зрения закрывать, не закрывать, содержать, не содержать. Ну, потому что чемпионат мира у нас. Потому что там чемпионат мира, и все равно надо решать этот вопрос каким-то образом. Поэтому совокупность этого предложения инвестора, она должна его привлечь и, может быть, даже в чем-то замотивировать. Но вы не видите ничего страшного в приходе частника в аэропорт? Ну, вы понимаете, как это будет воспринято в большей части общества, да? Вот государственные предприятия, стратегический объект продают в частные руки. Что с ним теперь будет? Ужас-ужас. Ну, можно преподнести это так. Можно сказать, что областной бюджет избавился от бремени в виде там ежегодного финансирования. Но теперь это будут частные деньги, частные инвестиции. То есть это вопрос... Информационной политики это вопрос. Информационной политики и взгляда, да, со стороны. Хорошо, с темой аэропорта пока, пока. Опять же таки закончили. Еще одна тема, которую хотелось обсудить с вами в преддверии 9 мая. Движение «Бессмертный полк». Мы знаем все о нем. Оно существует в России так или иначе там уже 5 или 6 лет, насколько я помню. Зародилось оно сначала локально в нескольких городах. В основном в Сибири это было. Потом ребята из Томска начали выводить этот проект на общероссийский уровень. Появились координаторы в каждом регионе России. Я знаю, что были в Кирове, я знаю, что были в Вологде. В основном, ну вот из тех, кого я знаю, это были журналисты. Потому что в Томске это ТВ-2, известный достаточно региональный телеканал Вологде. Это был информационный холдинг-премьер. У нас это был первый городской канал, насколько я помню. Ребята занимались в прошлом году, в позапрошлом году уже были попытки. Это движение некоторым образом, я бы не сказала, приватизировало и прихватизировало, но некоторым образом подключились к нему власти, прежде всего власти города Москвы. И сегодня, на настоящий момент, мы видим, конечно, некую заинтересованность региональных властей, причем я не вижу ничего страшного. Но при этом, вот ребята-тымичи пишут совершенно возмутительные, на мой взгляд, вещи. То есть вот Сергей Лапенков пишет. Позвонил координатор из Чувашии, небольшой городок. Власть решает, надо ли пустить перед бессмертным полком крестный ход. Координатор в шоке, хотя самая православная. Ну, в общем, бессмертный полк это такое вот народное действительно было движение, где люди выходили с портретами своих предков, погибших и выживших, вернувшихся с войны. Не слейте портреты. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. И, собственно говоря, я думаю, что хочу сказать по этому поводу. Такие вот гротескные порой даже ситуации или конфликтные ситуации, которые в связи с этим возникают, вряд ли несут в себе негативный изначально умысел с точки зрения действий органов власти. На самом деле это все... Хотели как лучше. Да, что называется. Хотели как лучше и пытались как лучше. Но здесь есть два момента. Во-первых, зачастую этим занимаются те люди, которые не умеют этого делать, во-первых, а во-вторых, имеют перед собой совершенно иные цели. У них другие цели и задачи. Все провести правильно, без последствий, без ошибок, без всего. Во-первых. Во-вторых, иногда это имеет место быть, когда, ну, скажем так, выдыхается вот эта общественная активность. И акция вроде есть, и надо ее проводить, и она уже там людьми ожидается, но никто не берет на себя этого. Потому что разрастаются масштабы. Одно дело там 100 человек, другое дело тысяча. И вот здесь отсутствие сильной некоммерческой там организации, которая могла бы там и в регионах, и на федеральном уровне работать и это делать, это вопрос такой институционального недостатка. Я могу просто, я понимаю, о чем говорю, потому что могу в качестве примера привести ситуацию в Кировской области. Сейчас не вспомню, какой год, но, наверное, там год 14, да, условно говоря, скажем. Бессмертный полк поставили в конце колонны, когда прошли сначала представители правительства, органов власти, там, партии, еще кого-то, а потом шел Бессмертный полк. И люди, которые стояли с портретами своих предков, родителей, ветеранов вдоль забора и ждали, пока пройдут мимо них все вот эти вот официальные лица, в общем, были достаточно серьезно удивлены, а ради кого вообще все это. И мы на оргкомитете говорили на следующий год поставьте вперед колонну. Бессмертный полк, да, да, да. В 15-м году, или, может быть, в 16-м, могу сейчас ошибаться в датах, но Бессмертный полк передвинули, и весь полк шел впереди. А потом уже все остальные. А потом уже все те, кто там в других каких-либо организациях присутствовал. Поэтому здесь вопрос здравого смысла, точно не вопрос конфликтности, потому что на таких темах там конфликтовать не стоит. надо искать тех людей, кто может, знает, как это сделать. Надо выходить на тех представителей в органах власти, кто понимает, собственно говоря, о чем идет речь. Мы в свое время нашли такого человека в лице Александра Александровича Галицкого, который убедил руководство области поменять вот эти там колонны. Вот поэтому... Надо находить компонент. Надо создавать сильные структуры общественные. И тогда помощь государству не понадобится. И помощь государству не понадобится. Или ее можно будет контролировать и координировать. И тогда не государство будет заниматься координацией этой работы, а заниматься будут этим, собственно говоря, те, кто понимает, для чего это надо и как это надо проводить. Поняла. Особое мнение Андрея Усенко мы сегодня слушали. К сожалению, нужно завершать. Время наше вышло. Андрея Леонидовича, благодарю. Я, наобшина, с вами прощаюсь. Спасибо. До свидания. До свидания.